И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр и я продолжаю играть в Ark Survival World на сервере всё ещё Томагочи и, конечно же, с модом Анунайки. Ну и, конечно же, хотелось бы начать не с того, про что, собственно, идёт серия, как обычно, а с того, что произошло за то короткое и не короткое время, пока вы не видели, что у меня происходило. Ну, во-первых, смотрите, FPS 15. Сейчас, смотрите, графика, всё минималка. Ставим высокое, высокое, высокое. Как я уже говорил, тени я не ставлю из-за того, что у меня сраного темно будет всё. Высокое. Сохраняем. 16. Ну, вы понимаете, я не знаю, в чём прикол, но, короче, когда игра захочет, тогда она и делает нормальный FPS. Вот. Ну и да ладно, фиг да с ним, фиг да с ним. Во-первых, я практически достроился в домик, именно коробку. Во-вторых, я очень долго мучился с освещением и сделал именно такое освещение, как видите, я сделал его поверха, примерно на третью-четвёртую стену, потому что металл очень сильно любит отражать, ну, вы сами всё видите, и очень плохо всё видно. Вот. И, собственно, сделал всё по верхам. Так, кстати, светильник я сократил один на стену, потому что сделал сначала два, но всё плохо, всё очень плохо видно, короче. Очень слишком ярко. Поставил вот такие вот автоматические двери, как бы вот, ну, это, собственно, они были, я к ним очень сильно привык. Ну и, конечно же, смотрите, элеватор. Элеватор это просто нечто. А когда мы встаём на него, то на клавиатуре нам, у нас сразу же появляется ноль ботом, то есть вниз, девять это топ. Нажимаем девять, и мы поднимаемся наверх. О-о-о, да, это грузовой лифт. Ширина пять, длина два. Правильно, я, да, я аж правильно назвал. Вот. Нажимаем нолик, и мы спускаемся вниз. Это просто кайф. У лифта есть ограничение веса. Допустим, сейчас 84,91. Смотрим. Вес 49. Я не знаю, что дополнительно даёт, но если полностью слезть с него, то он ничего не показывает. Также, допустим, встаём сюда на карначе, поднимаем голову вверх, чтобы именно было как положено, а не я поднимал, и вес 903,3. Вот такие вот дела. То есть, направляемся вниз на платформу, нажимаем на Е, он поднимает крылача наверх. Клёво, да? Спускаем вниз. Кстати, мне очень нравится Карна за то, как он бегает. Я тут побегал немножко на Карна. Кстати, эти двери у меня автоматически на открытии и на закрытии стоят. Вот. Я побегал на Карна. Мне очень понравилось, как он бегает. Именно вот таким вот, как он голову держит. Как он держит голову. Постоянно вперёд. Ничего никак нигде. И именно, ну, Карна, бык, он есть бык, как говорится. Так, кто там у меня там на крыше блазит моей? Так. Ну, Карна, это хорошо. Мне нравится. И, кстати, я потом покажу дамаг. Дамаг у него 966. Честно, вкачивать его из-за этого неохота, но нужно. Сделал вот такой лифт. Лифт кайфовый. Лифт кайфовый. Лифт имеет два этажа. Жмём на днёрочку. Вот так вот он поднимается. Здесь, кстати, по бокам всё закрыто. И мы поднимаемся, собственно, к литунам. С этой стороны, кстати, тоже всё закрыто. Единственное, только видно через вот это стекло. Нажимаем девяточку. И поднимаемся на самый верх. Это просто кайф. Я думал, что же такое придумать, чтобы было красиво. Я тут понимаю, глаз. Это то, что мне нужно. Всё. Вот где на крыше. А, всё, улетел уже кто-то. Кто тут лазил, уже улетел. И всё. Я хожу по крыше. Всё нормально. Я здесь потом хочу сделать пентхаус. Да, именно пентхаус. Я не знаю. Я хочу здесь застеклить всё. Именно сделать под углом стекление. Примерно до середины. Ну, не до середины, может. Может, примерно в пятюре, в шесть примерно подъёмов я сделаю наклон. И дальше я просто всё застеклю. Вот. А здесь, понятное дело, будет у меня стоять оранжерея моя. А именно грядки. Ну и в целом... Чё, я зря лифт такой делал офигенный. Вот. Теперь встаём сюда. Нажимаем на ноль. Кстати, он иногда глючит. И он не тормозится. Поэтому опять нажимаем на ноль. И спускаемся спокойно вниз. Вы просто посмотрите, какой это кайф. Обменяю. Ага. Нет у меня. Нет у меня. Потому что у меня их всего пять. Нету. Вот. У меня их всего пять. И пять, понятно, где... Дело мне они нужны. Ну, я имею в виду, лишних у меня нет. Вот. Эссенции у меня все те же остались. Вот они. Два, два, десять. И пять. О, пять, пять, десять, пять. Вот. Ну и, собственно, что? На этом всё. На этом всё. Обозревание моей базы закончилось. Она практически доделанная. В том плане, что коробочка доделана. Осталось немножко там доделать. Но мне не хватило металла. Кстати, эти двери у меня стоят на автоматическое только закрывание. Подходишь. Нажимаешь. Выбегаешь. И они автоматически закрылись. Собственно, чтобы меньше заморочек было со всем этим делом. Пойдёмте, покажу дамаг. Ну, дамаг мне очень сильно нравится. И, честно, я бы его качать не хотел. Но... Смотрите, вот просто. 666. Ну как, блин? Это просто адский бык. Это просто адский динобык. Это красота. Но нужно и кому качать. Нужно ему качать дамаг. И поэтому теперь у него будет дамаг немножечко другое. Но всё же. Кстати, все динозавры... Фаерли. Как там? Они спустили всё сюда. Ну, практически все. И... В общем, они, походу, делать от кого-то убегали. Вот. Теперь... Дамаг, конечно, поменьше. Но мне нравится. Мне Карнач нравится. Мне нравится, как он бегает. Как он бьёт. Вот сейчас мы, походу, делаем аргентарец. Видите, да, спустился там вниз. Он, походу, сейчас огребётся у меня что-то катал. Не, не огребётся. Я решил не нападать пока что. У меня просто там Виверна разбирается с такими. Смотрите, просто бежит. Вот просто за это. У него голова чисто вперёд смотрит. Никуда не сворачивает. Сюда иди. Ооооо... Зря ты, короче... зря ты короче напал вот это конечно да ну что поделать это кстати автоматическое открывание закрывание здесь работает твою мать я у всех у них ну кстати да теперь я знаю у кого я поставил автоматического пассивка у кого нет а кто в курсе ребенка киплами кого притомить можно всех всех ну блин в общем об этом не должна была быть серия да это понятное дело в общем смотрите еда я не знаю почему у людей проблемы с этим но если прокрутить в анунаки с до самого низа босс трибьют и дрэйк трибьют чтобы их состряпать на и заходим в анонаки воркбенч и заходим в съедобное говорится плавно перешли к нужной теме находим мясо здесь есть дрэйк трибьют и босс трибьют босс трибьют это нужен для макаки для паучихи и для кого еще нужен вроде бы макакова у чиха тока потому что насчет голду до для дурекса нужно нужно матрицам работ на дурекс и собственно для дракона как там он анонаки дракон это этот позвали примориус да ну прайма для него тоже нужно матрица в общем вот эти вот они создаются из золотого кибла но есть вы не хотите стряпать его и у вас собственно нету потому что смотрите чтобы создать дрэйк трибьют нужна голова дрэйка чтобы создать босс трибьют нужна дракон именно дракон а не дрэйк паучиха и обезьяна и три агул тиром на три голки был короче есть у вас нету голов и нет возможности добывать головы то вы можете просто обычными серебряными киблами добыть но они не так легко добываются с одной стороны а с другой стороны очень даже довольно-таки легко добывается по сравнению с головой того же самого мегапитек и так далее как добывать допустим у вас нет возможности найти добыть серебряные киблы то как же все-таки добыть голову вот этим чуваком альфа гигантозавр вы понимаете альфа гигантозавр это мало того что босс так еще и альфа босс плюс дамага странного туча здоровье вроде бы как позволительно убить может по крайней мере небольших но вы можете убить а это уже означает то что вы с легкостью можете добыть то что нужно ну и теперь давайте представим как будто бы я все-таки а сейчас давайте немножечко часу сдвину я их чтобы они территории патрулировали твою мать как ты меня бесишь странные лаги это откаты сервера это откаты сервера и меня это раздражает там очень сильно вот сейчас немножечко так отодвину отодвину чтобы патруль патруль территории все дела я здесь оставляю вот ну и давайте собственно представим как будто бы у меня сейчас кстати вот эти вот у меня предметы это я примерялся к лоджию своему вот представим как будто бы я все-таки на гиги пойду но понятное дело буду убивать и верно потому что виверной это намного быстрее и пойдемте обезьяна ты где твою мать ты тоже у меня на нейтраль из алюблен ох вашу машу нифига себе мне казалось я всех на нейтрал ставил на пассив ставил оказалось нет по базу у меня стоит на на нейтрали ну да ладно потом все переделал вот по долгой дискуссии долгие споры о том как добывать лучше голд киблы да есть у вас сраный топор просто офигеть какой мощности топор и так далее то есть допустим красный то вы можете добывать это паром но добывать киркой это правильно если помните основы то кирка добывает мясо киблы это мясо добыть киблы как мясо что означает киркой нужно добывать но в самой вики написано альфа саблезуб и альфа волк они служат для того чтобы добывать киблы в большем размере киркой можно добыть примерно до 10 штук саблезубом же около 30 плюс минус можно добыть с одного голд до до собственно сегодня я вам это продемонстрирую кстати его не хочу качать и у них хочу угощать ну такой левел кайфовый 444 я его не хочу качать вот ну собственно сейчас я вам и покажу хватаем свое своего саблезубиком я вас хватил так да я вас хватил и что что погнали искать голду душу потому что она мне нужна и обожаю убивать всяких днищ да уж да уж не так уж легко найти додоху золотого потому что все летают сейчас пойми помимо меня два либо три это точно человек летает и пытается найти додошек ну как то пока что не успешно что у них и что у меня так конечно очень и хорошо и плохо часто мне придется зачищать просто территорию и на том хорошо да уж еще дальше ну наконец-то я думал я сдохну черт убери реально я думаю я сдохну искать это говно твою мать зря короче напал на меня это было плохо да такс где-то голду душа где-то голду душа они это блин твою мать дай бриз такс то же самое отлично так смотрим альфач ну вполне такой обычный альфач немного раскачаны и ничего более да возможно там седло все дела это замуты еще там так вставим на пассиву сразу же потому что сейчас будем бить то есть ну допустим он даже если по 90 будет дамажа то есть обычная альфа его в легкую сможет убить как бы без лишних проблем и хлопот так что о том как убить голду до если в ты ну ну господи но притомить его нормальных динозавров раз вы уже ну о что-то типа того я могу только посоветовать в этом по этому поводу поводу так все он уже краснеет он уже бледнеет сейчас уже на счет вздыхать и давайте засекать сколько мы выбьем господи киблов киблов и богу я думаю я никогда не найду до доху потому что я летаю уже более получаса и это просто кошмар а чуть не сдох в первом смысле слова я просто уже промыла и все я хочу спать называется такс пока что ничего 28 голден киблов ватс 8 20 мать его 8 думаю вам больше не стоит объяснять чем лучше добывать голд кибла кстати 28 это не самый лучший результат допустим тот же самый адзака он добывал 32 так что дерзайте дерзайте и добывайте такс ну что так 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 золотых никого здесь нету чем пойдем на базу тогда если в только не найдем этого серебряного то я покажу еще как серебряного валить но точнее чё серебряно дает но серебряным такая проблемка серебряный он если не ошибаюсь называется серебряный так вот так вот серебряные зомби дудо вроде бы он так называется так по тайм-патайм говорите вот встречал я его кстати опять таки живут этот остров он мне больше всего и нравится здесь центральный по крайней мере чаще всего я именно здесь всех не встречал всех всех нужных дудо кстати кстати в одном из выпусков у меня я встречал дудо ху который в шляпе был вот это он и есть серебряный зомби дудо именно с него падают серебряные киблы убивается сложно бывает сложнее чем мы золотой и конечно не спорю но опять-таки жизнь у вас есть фальфат что как бы в этом плане вы проблем сильных не встретите вот ну это опять таки же есть смысл искать если вы допустим потом нас на всякой фигня если вы не можете допустим убить и боссов на 5 таки же народ я же вас не заставляю убивать огромного левла боссов зачем убивать маленьких но увидели там соточку с лишним убейте соточку с лишним зачем пыжицы и пытаться убивать большого левла зачем убить и маленького самое главное это голова конечно можно еще также заниматься торговлей торговля так это чё просто элитка торговля то есть в том плане что поменяться с игроками на что-либо то есть обменяя допустим голову паучихи на что-нибудь еще от те же самые золотые киблы почему бы нет обменяя там три золотых кибла на голову паучихи на у вас их 28 ты чё алло вы можете поменять в легкую так что без лишних проблем ну собственно вы поняли что можно делать на базу да уж еще та махина у меня тут однако ну да ладно в общем прилетев на базу вы уже имеете нужное количество киблов и нужное количество господи я нужное количество чего голов голов конечно же вы уже будем считать что поменяли головы и выбили здесь уже ничего сложного не будет как томить боссов я уже показывал то есть ничего сложного нет ложки в инвентарь жмете использовать на предмете все он сам использует то есть он сразу же хавает и уже все нормально все хорошо x забирай 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 большой урок забирай говорю вот так отлично так заходим базу что-то я хотел здесь рассказать у себя на базе когда находился забыл забыл что я хотел рассказать так вот это вот это говно нужно выкинуть но мне не нужно кстати желтый вид у года есть 20 урон 230 урона хорошее себе тут из луча желтого достал предмет это gps выкинуть теперь заходим съедобное мясо и у нас босс трибьют есть и собственно дрэйк ну дрэйков у меня и без этого фигово туча пока что я не вижу смысла никто я один там профукал а вспомнил что я хотел рассказать один я профукал сейчас расскажу как ну а собственно босс трибьютов можно бы и сделать давайте сделаем удобным допустим давайте сделаем три босса по дрэйка вот так сделаем и на остальное все дрэйка зачем принт кому-нибудь подарю поменяю и так далее так что как бы без лишних проблем вот я же тут пытался дрэйков соло притомить и словил на себя на мысли что хуй в соло не так то уж легко томить поднимайся а не задолбал ты меня подъем говорю соло не так то уж легко томить а почему не так то уж легко томить а пытался притомить терм термом казалось бы все должно быть было быть легко но если в томить ледяного то он просто тормозит и убивает пытается убить я оторвался все хорошо с огненным мне почти получилось притомить и но я застрял в баги и он меня убил вот и кстати а таком не рассказал про дрэйка в такую ситуацию синий дрэйк летунам когда именно по летающим бьет он дает ауру выносливость то есть когда она поджигает синий огонек в правом верхнем углу показывают рассказываю о том что восстанавливается выносливость красный дрэйк когда атакует летуна любого летуна он восстанавливает ему здоровье поэтому здоровье восстанавливаться против красного дрэйка очень даже легко зеленый дрэйк помимо того что накидывает торпор он еще увеличивает дамаг в два раза и увеличивает защиту в два раза что означает довольно таки неплохой дрэйк когда ты против него а вот когда ты против лету на это фигово ты им точно также увеличиваешь защиту опять-таки же торпор есть торпор и все пофигу вот на торпор то никак не влияет надеюсь вот и тут мы собственно что еще что еще что еще одного ртуна не вижу что еще ты да ты тема 08 подарил мне летуна а именно птера дрэйк птера которого как я понял он просто выведены выведенный так положено так сказать и за что ему а конечно же огромное спасибо прикольный летун я кстати себе томил летуна я кстати вот его как раз таки не вижу примерно такой же левел у летуна я не знаю можно куда-то типа сагрился когда на меня напали болит но она не нет он сделал сейчас вот примерно такого же леву я себе притомил этого птера и и потом уже м да я его не вижу господи у меня все аргентависы сдвинулись на все сдвинулись а черт побери это это полный кошмар вот в общем притомил себе птера и он был 400 с лишним левом кстати извиняюсь у меня я снимаю ночью это просто кошмар у меня башка сейчас чутка я тугодумлю я и так не хотел снимать а тут о чем решил что не надо все-таки снимать у меня мне положено видео в день и поэтому надо снимать вот в общем суть в чем примерно такого же леву я притомил потом адзак у меня спрашивают тебе же нужен птер большого лаву конечно нужен в общем он нашел 500 шестидесятого левла птера я его притомил я собственно его и слил вот потому что меня дрейк зажал в баги и все собственно он меня и убил вот поэтому как бы на лету не я больше не хочу да на птере можно на птере можно притомить и как бы это не проблема это не тяжело но замороченным я буду пытаться другие способы делать какие способы и как и что и где это понятное дело я вам расскажу потом уже в следующих сериях покажу о том как же все таки в соло не в соло получается не получается и так далее в соло можно но опять таки же здесь мы имеем анунаки полностью стандартный без усилений и так далее потому что допустим другие сервера где играл там и птеры были босяве пожестче раза в два в три и видно драконы убивали и дрейки даже убивали они просто то есть по сути там дрейки вот зеленый обычный дрейки да они были мощностью такие как ну чуть послабее чем дракон прикиньте дрейк дракон а прикиньте дракон какой мощностью ну вот и птеры там бося вы а вот а что означает намного легче было томить и так далее вот ну это все как бы фигня здесь мы имеем реалии обычного стандартного анонаки что очень даже хорошо потому что я более пойму саму сущность анонаки мода и это мне куда более сильнее поможет что-либо сделать так сказать снять качественный материал вот так сказать более правдоподобным более правдоподобный вот ну а дом я собственно буду достаивать потихонечку но я думаю следующей серии вы еще не увидите потому что я то что вы смотрите серия снимал вчера вот ночью а можно сказать уже сегодня рано утром и вот такие дела кстати если есть идеи о том про что снять видео что я еще не показывал но обещал но забыл благополучно пишите в комментариях очень буду рад вот ну и даже то что я снимал но вы не знали я вам буду говорить нет я это снимал даже может быть если вспомнить какой сезон какой номер выпуска я дальше расскажу в общем все я рассказал как создавать предметы запомните еще раз серебряные киблы используются для томления абсолютно всех но они портятся трибюты они используются для каждого свой то есть дрейк дрейк для дрейка босс для боссов но они не портятся они вот здесь вот лежат себе спокойно и лежат себе спокойно а киблы они портятся и кстати да если в скормить кибл животному то будет откат в 300 секунд и потом даже если он будет очень голодный это пока эти три секунды не пройдут то ничего не проканает он должен сам съесть поэтому нужно сделать так что он был голодный и чтобы он сам съел то есть не пытайтесь насильно скормить по крайней мере золотой кибл это я точно могу сказать я так на птере накосячил вот ну все на этом уже все как видите освещение как раз вот ночь наступил освещение хорошо очень вполне такое приемлемое и все равно очень отражается от стен но сожалению допустим тот же самый элеватор нельзя поставить на камень именно из-за этого мне пришлось здесь поднимайся вот пришлось здесь ставить металлические фундаменты чтобы я смог поставить элеватор грузовой а я рассказывал про вес блин я уже так долго серии снимаю что и я уже заменял серию вот то что у элеваторов есть свой вес то есть вот пожалуйста 961 прыгаю оп видите на 845 961 то есть у элеваторов есть свой вес у большого 3000 у маленького там что-то вообще копеечки маленького у нас имеется 700 не так уж и копеечки вот кстати вот лестницу я поставил как аварийный подъем нового сожалению с него нельзя подняться в данных условиях и надо будет кое-что переделывать но я вот нам переделал чтобы можно было еще подняться вот ну все в общем много лишнего информации я рассказал много ненужного рассказал а может и нужного опять таки же пишите в комментариях что вам пригодилась что не пригодилась что было лишним и так далее понятно дело не адекватов опять баню адекватным отвечают а вот ну и также свои идеи и и не только свои о том что можно еще снять то все что нужно еще что снять что я еще не успел рассказать потому что сезон близится концу и ну понятно да дело всех варданов убить нужно и прайма притомить нужно это понятное дело вот просто я даже не знаю чем еще и не рассказал ну ладно я очень на вас рассчитываю в общем на этом все всем спасибо за просмотр не забывайте подписываться на канал ставить лайки комментируют ну конечно же делиться моим видео своими друзьями всем удачи всем пока